Хора не будь Мы приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в этот прекрасный субботний день в Доме Господнем. Мы приветствуем всех тех, кто сегодня смотрит на сети интернет. Мы приветствуем всех тех, кто избрал самое лучшее. Вот как пишет об этом Давид. «Одного просил я у Господа, только одного ищу, чтобы пребывать не в Доме Господнем, во все дни моей жизни, созерзать красоту Господню и посещать храм Его». Господь нам даровал самое большое, что у Него есть, Своего Сына. И также Он даровал нам время и все остальные возможности. Сегодня Господь предлагает нам, что мы уделили то, что Ему причитается. И спасибо Господу, что Он позволил нам это делать. У нас есть прекрасная возможность проставить нашего Господа пением псалма. «Боже, мы поем теперь». Будем петь стройно. Для пения я вас приглашаю встать. Песня «Боже, мы поем теперь». 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Присаживайтесь, пожалуйста Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стихотворение называется «Улыбка» Пожилому путнику, друг мой, улыбнитесь, Может быть, вы встретились с ним последний раз. Вскоре скажут люди, он ушел из жизни И до самой смерти вспоминал о вас. Вы своей улыбкой радость подарили, Вспыхнул луч надежды и в его груди. Небом не забыт он, Бог любвеобильный, Даст ему спасение, вечность впереди. Милые собратья, улыбаться надо Каждому попутчику на земном пути. Божий дар, улыбка любящего взгляда, Помогает многим жизни крест нести. Аминь. Божий дар, улыбка любящего взгляда, И все земное померкнет вдруг, потому что Иисус лучший друг. Мы склоняем колени и жизнь веряем тебе. О, услышь, Господь, из небес не мли, потому что мы дети Твои. Слова этого гимна, который мы каждую субботу вместе с вами поем, лично для меня это уже как молитва. Вам не кажется так? И сама мелодия, она именно настраивает на это молитвенное состояние. Я хочу вместе с вами зачитать текст, вернее слова, которые когда-то были обращены к Иеремии. И я думаю, что они и сегодня к нам звучат. И было слово ко мне, Господне. Прежде нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Друзья, мы собираемся вместе не только для того, чтобы слышать слово, но для того, чтобы и молиться. Сейчас как раз тот момент, когда мы будем склонять наши колени и благодарить Бога за нашу жизнь, и благодарить не только за нашу жизнь. Но пока мы живем на этой земле, мы живем на земле греха. И когда Христос был на нашей планете, Он знал, что грех приносит скорбь и печаль. И мы ее переживаем сегодня. И поэтому мы будем молиться о наших нуждах. Я приглашаю вас к коленопреклоненной молитве. Милостивый Господь, слава, честь и благодарение Тебе за все, что Ты сделал для нашего спасения. Ты пришел на эту землю для того, чтобы дать нам мир. Ты показал нам своего Отца и показал нам, что мы можем жить на земле, взирая на Тебя в мире. Но, Господи, мы имеем еще и нужды, с которыми мы приходим к Тебе. Ты сказал, все, что будете просить во имя мое, то дастся вам. Мы просим о нашем брате Семене, который лежит в госпитале. Мы просим о сестре Рая, которой была операция, и ей нужно восстановление. Мы просим о нашей сестре Рене, которая болеет. Мы просим о Ольге и Инессе, это мама и дочь, которые тоже заболели и хотят получить исцеление. Мы просим о нашей дорогой сестре Розе. Просим, помоги ей восстановиться после болезни. Мы также просим о дочери и внучке нашей сестры Лены, которые переживают не лучшие времена в своей жизни, но ты знаешь, как их исцелить. Мы просим о наших семьях, семье Шнайдера, семье Гурдуяла, которые не находятся рядом с нами. Мы просим, чтобы Ты благословил их возвращение. Мы все придаем в Твои руки. Мы молим и о тех, кто не высказал свои нужды. У кого есть проблемы внутри семьи, они всегда есть, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Защити нас, Господи, в этом мире. Аминь. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Наша жизнь на земле пройдет Все исчезнет в густой темноте Время нет, но рассвет грядет Только чистые узрят его Одна лишь истина на свете есть Один лишь только в мире светит свет Хотим мы это слышать или нет Но тьма бежит, когда приходит свет Придет тот день, но только не для всех И сердцем чистые узрят его Он грядет, тьма умрет навсегда Человек, посмотри вокруг Мир во зле и тьма объяла все Неужели ты хочешь мук? Он грядет, поспеши к нему Одна лишь истина на свете есть Один лишь только в мире светит свет Хотим мы это слышать или нет Но тьма бежит, когда приходит свет Придет тот день, но только не для всех И сердцем чистые узрят его Он грядет, тьма умрет навсегда Он грядет, чтоб судить народ Ты тогда предстанешь пред Христом И к тебе прозвучит вопрос Сможешь ли дать за все отчет? Одна лишь истина на свете есть Один лишь только в мире светит свет Хотим мы это слышать или нет Но тьма бежит, когда приходит свет Одна лишь истина на свете есть Один лишь только в мире светит свет Хотим мы это слышать или нет Но тьма бежит, когда приходит свет Придет тот день, но только не для всех И сердцем чистые узрят его Он грядет, тьма умрет навсегда Навсегда Бог сотворил меня Бог сотворил меня Ушки, глазки, носик, рот Бог сотворил меня Бог возрастил меня Он от зла меня сберег Бог возрастил меня Бог сотворил меня Бог сотворил меня Я теперь его дитя Бог сотворил меня Бог сотворил меня Бог сотворил меня Ушки, глазки, носик, рот Бог сотворил меня Привет, привет, дорогие друзья У нас сегодня Хотел сказать, три девицы и два парня Но есть четвертая девица, которая присоединилась к нам Ну, здравствуйте, как у вас дела сегодня? Хорошо? Нарядный, красивый И вообще, когда сегодня они зашли на детскую программу туда Думаю, вот эта красота растет Кому-то же ведь достанется Друзья, я хотел вам задать вопрос Что значит слово «прости»? Извинить А что такое «извинить»? Если ты кого-то ударил, то извинися Ага, если кого-то ударил Только, только когда ударил, нужно извинить А других вариантов нет, да? Когда мы говорим слово «извини» или «прости»? Да, мы еще Как можно продолжать детскую историю, когда не все подошли еще, да? Опа, опа Сел Не туда немножко Порядок Друзья, еще раз Ой, спасибо, что ты подошла поближе, я тоже смогу В каких случаях мы говорим «прости» еще? Вообще, что такое «прости»? Ну, вы согласны с мнением, вариантом, который... Иван Сергеевич нам передал, тут предложил Есть еще точка зрения? Вот когда ударил, надо извиниться, надо попросить прощения А еще какие, какие варианты есть? Взял не то, что нужно Словом, да? Или что-то еще Какие варианты? Вот что вы можете рассказать по этому поводу? А вы помните, когда вы последний раз произносили это слово? Помните, когда вы просили прощения последний раз? И за что, помните, нет? Как-то вы все смущаетесь Слушайте, наверное, больше, чем думаете Я хочу вам рассказать историю из моей жизни Точнее, это будет, наверное, несколько коротеньких историй Мы... у меня в семье шесть братьев нас Я третий До меня два брата и три после меня Все братья Шесть пацанов Вот когда мы росли трое старших Старшего брата моего зовут Эдуард Второго зовут Роман И я третий Мы очень-очень рядышком были друг с другом по рождению И вот если мы проказничали, то все трое Если мы что-то натворим, то все трое И никто никого не выдавал Папе с мамой очень тяжело было догадаться Кто же это все-таки сделал Хотя они догадывались Если мы исчезали из дому, то все трое Папа строго-настрого нам приказывал Не уходить из дому без разрешения И вообще не уходить далеко Очень часто было так, что папа выходил Ходил по одной улице, по второй, по третьей В соседний квартал, мог ходить долго и не ходить нас И иногда бывало так, что он искал нас в одном месте, а мы были совершенно в другом месте Как вы думаете, что было после этого вечером? Тут вот есть мой двоюродный брат, Володя Он чуть-чуть знает эти истории, но он знает не все, потому что мы жили далеко друг от друга Иногда папа посылал нас пойти в огород и найти себе прутик Да, мы еще называли это по-молдавски, в переводе на русский это Святой Николай Нужно было найти прутик хороший, которым папа нас должен был наказать Но наказывал он не всегда прутиком Вначале он нам так подходил каждому и прямо в лицо говорил Ты понимаешь, что ты ослушался меня Ты сделал то, о чем я просил, чтобы ты никогда не делал И да, мы признавали свою ошибку И он говорил, ну что после этого нужно? Ну и мы говорили, какое слово? Прости Потому что извини, здесь было как-то Прости Мы признавали свою ошибку Что мы просим прощения Тогда папа задавал вопрос За что ты просишь прощения? И тогда мы говорили Я прошу прощения за то, что я ушел далеко без твоего разрешения Он говорит, и ты знаешь, что будет в следующий раз? Когда мы молчали, папа говорил Тебе в следующий раз, когда ты нарушишь Это же самое правило Придется пойти в огород И найти себе прутик для наказания Ну и убегали мы все трое вместе И вот в очередной раз, когда папа нас находил Или мы возвращались домой, потому что проголодались Мы шли куда? В огород Находить для себя Объект наказания или воспитания И вот Эдуард, старший брат И я Третий Мы брали хорошие прутики А второй брат Которого звали Роман Зовут Роман Он шел в огород И надламывал с одной стороны этот прутик Сухой С другой стороны Сухой И долго не приходил сюда Мы уже со старшим братом Уже получали Хорошую порцию наказания У нас здесь были шрамики такие И мы уже успевали там где-то еще Напроказничать А вот второй брат Он ходил по огороду Туда, сюда, туда, сюда И когда папа уже еле сдерживая улыбку Кричал Рома Он говорит А, да, вот, вот Я вот нашел А прутик давно у него уже в руках был И этот прутик был сухой Потому что он проверил С одной стороны сухой прутик С другой стороны Когда он приходил Папа говорит Ну за что я тебя буду наказывать Он говорит За то, что я ушел далеко И без твоего разрешения Один раз Прутик рассыпался на кусочки Он говорит Найди другой И Рома опять уходил Искал по огороду Там ходил Искал, искал Опять нашел сухой прутик Приходилось папе пойти Найти их правильный прутик Наказать его Потому что он Брат мой страдал больше Из-за того, что его будут наказывать Чем Чем его реально накажут Было и такое Когда Папа нас Он у меня был проповедник И готовил проповедь И вот он садился В одном углу На стуле У него была Библия в руках Тетрадь для конспектов А мы втроем Становились на колени В одном углу Второй в втором углу Третий в третьем углу И папа ждал Чтобы мы попросили прощения Рома Тут же вставал с колен Папа Прости, пожалуйста Что я ослушался тебя Я был виноват И уходил спать А мы оставались С Эдуардом Вдвоем В противоположных углах И время от времени Так посмотрели Друг на друга Ну что, будем просить прощения Или будем держаться Долго И не просить прощения Доходило до того Что папа уже готовил Вторую проповедь Потом Отправлял нас быстро спать Потому что мы уже Засыпали в углу Но не хотели просить прощения Друзья Вообще Для чего нужно Попросить прощения? Попросить прощения Чтобы не ходить никуда И чтобы было слово Чтобы было хорошо Что нужно Что у нас брать не может Но он Всегда Какой-то Не знает Руки И он С руками У него Сохнут И лопаются Слово Слово прости Восстанавливает отношения Миримся мы Когда Просим прощения у кого-то Точно 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 Слово Слово прости На самом деле Устанавливает мир Мир Между теми Кто был в ссоре Дорогие друзья Я хочу вам пожелать Чтобы конечно же В вашей жизни Было меньше слов Меньше слов Прости Конечно же Чтобы вы не обижали никого Не огорчали никого Чтобы вы не ссорились ни с кем Чтобы просить прощения потом Но Даже если вы С кем-то Испортите отношения Даже если вы Кого-то зацепите У кого-то Что-то возьмете Или о ком-то Что-то скажете Не так Самое лучшее Это прийти И сказать Друг Прости Мама Или папа Простите За непослушание Простите Что я не сделал того О чем вы просили меня Как на душе После того Как вы сказали это слово Помните, нет? Наверное Здесь я должен Лучше спросить У взрослых Как у вас на душе После того Как вы озвучили слово Прости Очень хорошо Очень легко Я желаю Дорогие друзья Чтобы вы узнали Что это такое Счастье на душе Впрочем Наверное Сегодня в проповеди Мы еще не раз Это услышим Как Наилучшим образом Восстановить отношения А теперь мы помолимся Дорогой Господь Спасибо большое Что ты любишь нас Спасибо большое Что ты Прощаешь нас Спасибо большое Что ты Подарил нам это слово Извини Прости Спасибо Что ты даешь нам мир И восстановленные отношения После того Как мы Их Сумеем испортить Благослови нас Во имя Иисуса Христа Аминь Проходите на места Бог сотворил меня Бог сотворил меня Продолжение следует... 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 Ну, естественно, ребенок продолжал себя плохо вести. Тогда отец взял его за руку и сказал, взял прутика, говорит Аркадий, и сказал, сейчас я тебя накажу. И тогда ребенок, знаете, что сделал? Говорит, Господи, прости моего папу, ибо он не знает, что творит. Да, как вы, наверное, уже поняли, сегодня мы поговорим с вами о прощении, точнее, о покаянии. О покаянии мы с вами поговорим. Но до этого я хочу начать с одной интересной притчи. Значит, жил один портной. Ну, у него бизнес процветал, он был очень уважаемым в этом городе, и к нему приходили обычно состоятельные люди. И, естественно, состоятельные люди приносили богатую материю. Но этого портного была одна очень плохая привычка. Когда он видел вот этот богатый материал, вот эту богатую материю, он немного вырезывал оттуда, от каждой материи, и складывал себе в такой ящик. Ну, чтобы в дальнейшем, возможно, продать, заработать деньги. И так он делал каждый день, из месяца в месяц, пока, наконец, во сне он увидел, что стоит перед Божьим судом. И он видит, как выносится суровый приговор в его адрес. Но тогда говорит, Господи, за что? Что я такое сделал? И в этот момент показывается флаг, который состоял из всех кусков материи, которые он фактически крал. Ну, в ужасе он просыпается, зовет своих подчиненных, своих помощников, говорит, рассказывает им свой сон и говорит, если вы забитите, если вы увидите, что я еще раз у кого-то ворую вот эту материю, куски материи, вы сразу мне напоминаете мой сон, мой флаг, который я видел. Проходит месяц, проходит два месяца, ну, портной живет по чистой совести. Но вдруг однажды приходит очень известный, очень богатый человек и приносит очень богатую материю. Ну, естественно, портной не выдержал и взял, отрезал. Пришли его помощники, увидели и говорят, ты что делаешь? Господь, напоминал ему тот флаг, который он видел во сне, напоминал ему его сон, он им говорит, нет, 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 постойте, я отлично помню, что в том сне вот этой материи не было. Как вам кажется, вот покаяние, любой покаяние, вот человек просит у Бога прощения, вот сделал он что-то не так, он просит прощения, принимается ли его покаяние всегда? Как приносить прощения, да? Вот сегодня мы с вами поговорим, что, оказывается, существует два вида раскаяния. Это ложное раскаяние, это истинное раскаяние. Мы начнем с вами, конечно, сложного раскаяния, чтобы завершить нашу проповедь на более позитивной ноте. Давайте мы разборим с вами несколько библейских случаях, в которых библейские эпизоды, библейские персонажи, они каются перед Богом, приносят свои извинения, свои прощения. Но, как видно из его контекста, мы понимаем, что Господь не принимает вот этого покаяния. Я предлагаю, чтобы мы начали с первого нашего героя. Но герой – это не обязательно, мы понимаем положительный герой, это могут быть отрицательные герои. Предлагаю вам открыть книгу «Исход», девятую главу, и прочитать двадцать седьмой текст. Итак, «Исход» девять двадцать семь. Речь идет о египетском фараоне. Смотрите, что говорит фараон. «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, на этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновный». Кается здесь фараон? Ну, что он говорит? Говорит, я согрешил, Господь праведен, а я кто? Виновен вместе со всем своим народом. А мы разве так не каемся? Не говорим ли мы подобные слова? Господи, я грешен, Ты прав. Ну, вот прости меня вот за это. Нормально или нет? А как вам кажется, Господь принял вот это покаяние фараона? Ну, вот учитывая весь контекст, да, весь контекст, образ жизни фараона, мы понимаем, что фактически его раскаяние, его вот эти слова ничего в реальности не стоили. А в чем была проблема? Ну, человек же говорит, Господи, ну, извини меня, но я согрешил, а Ты прав. В чем была проблема? Дальше. Хорошо. Вот что интересно, вы заметили, что говорит фараон? На этот раз я согрешил. Вы знаете, это какая казнь уже была по счету? Седьмая казнь. И он говорит, что только на этот раз я согрешил. Выходит, что те шесть случаев он не грешил, да? А почему вдруг он высказал? Почему вдруг он сказал, что я на этот раз согрешил? Что его побудило к этому? Вот давайте посмотрим контекст, с чего все начинается, да? Девятая глава. Ну, вот смотрите, что говорит ему Господь в 22 тексте. И сказал Господь Моисео, простри руку твою к небу, и пойдет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской. И дальше мы читаем, да, вот 24 текст. И был град и огонь между градом весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле от человека до скота. Вот давайте посмотрим, какая ситуация была. Град, которого ебектяне до сих пор не видели, побивает от скота до человека. Вот о чем в этот момент думал фараон? Что его жизни сейчас угрожает опасность. Если град побивает весь Египет, значит сейчас вот это бедствие дойдет до кого? Дойдет до него. И именно вот после этого он зовет Моисея и Аарона, и что говорит? Ну, я согрешил, Господь праведен. Почему это покаяние ложное? Потому что оно было обусловлено ситуацией, оно было обусловлено страхом. Человек испугался за свою жизнь, человек испугался, что он сейчас потеряет свою жизнь, потеряет все. И исходя из этого он говорит, Господи, меня прости. Вы знаете, что самый даже такой великий атеист, когда он попадает в турбулентность, он начинает молиться Богу. Но говорит ли это о его раскаянии? Нет. Это страх, страх перед смертью. И есть очень много людей, которые говорят, ну давайте я сейчас проживу свою жизнь, а перед смертью я что? Покаюсь. Но вы знаете, перед смертью человек боится. Человек боится смерти. И очень мало вероятности, что его раскаяние, оно будет искренним, истинным. Потому что навряд ли за последнюю минуту, это на пальцах можно посчитать. Мы обычно приводим пример разбойника, но это на пальцах можно посчитать таких людей, которые за несколько минут до смерти, они осознают, какую грешную жизнь они прожили, и сейчас они хотят изменить свою жизнь. Обычно раскаяние исходит из чувства страха. Поэтому давайте запомним. Ложное покаяние. Если оно обусловлено чувством страха, вот на данный момент, вот сиюминутно, вот в вашей жизни сейчас угрожает что-то. И вы в этот момент вспоминаете Бога и приносите Ему все ваши что? Извинения и прощения. Это покаяние считается ложным. Оно не принимается. Давайте пойдем дальше. Рассмотрим второй пример. Числа, 22 глава, 34 текст. Речь идет о Валааме. Давайте посмотрим, что здесь говорит Валаам Господу. 22 глава, 34 текст, книга, числа. И сказал Валаам ангелу Господню, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь. Опять что говорит здесь Валаам? Я что сделал? Согрешил. Кается Валаам? Кается. Принимается его покаяние, учитывая весь контекст и жизнь Валаама. Опять же, не принимается. А в чем проблема Валаама? Ну, с фараоном мы поняли, да? Мы поняли вот эту ситуацию, что если человек признает свои ошибки, исходя из угрозы, то есть ситуация побуждает. То это покаяние считается ложным. А что можно сказать о Валааме? Почему его вот это покаяние, оно считается ложным? Ну, вот что он говорит? Согрешил я. А он даже больше говорит. Говорит, ибо я не знал, Господи, что ты стоишь против той сильными словами. Господи, я согрешусь, потому что я не знал, что это не твоя воля. А теперь, если тебе это не угодно, я готов вернуться назад. Ну, отличное покаяние, согласитесь. Но я не знал, я не знал, Господи. Но на самом деле он не знал. Когда мы читаем контекст до этого, вы помните, да? Он собирался пойти проклясть Израиль. Явился ему Господь и что сказал? Не иди с ними, не проклина Израиль, потому что я его благословляю. Вы помните всю эту историю, да? На следующий день приходят опять люди и предлагают ему больше денег. И что он говорит? Ну, подождите, ладно, я пойду, а ну-ка еще раз Господа спрошу. Как будто Бог – это человек, что сегодня, если так, сказал, застро можно поменять свое мнение. Ну, и, наконец, что ему говорит Господь? Ну, если уж очень хочешь идти, ну, пойди. Но вместо проклятия ты должен благословить мой народ. О чем думает Валам? Главное – пойти. А там уже посмотрим по ходу. И вот фактически Господь уже читал что? Его мысли. Что он пошел, ну, с какими мыслями он идет? Благословлять? Так если он благословит, он лишится дара. И поэтому Господь ему говорит, твои мысли мне известны. Вот что ты собираешься делать? И он говорит, ой, Господи, извини, я не знал, что это не твоя воля. О чем это говорит, дорогие? Это, говорит, какое покаяние Господь также не принимает? Какое покаяние является ложным? Если человеку открыта воля Божья, он намерен нарушать ее, но при этом говорит, Господи, прости, я это не знал. То есть он постоянно пребывает в одном и том же грехе, постоянно кается в том же самом грехе и опять его совершает. И вы знаете, Валам не успокаивается. Он потом придумывает другой план, как все-таки получить вот эти деньги обратно. Давайте рассмотрим третий пример. Первая книга царств, пятнадцатая глава, двадцать четвертый текст. Речь идет о Сауле. Смотрите, что говорит Саул. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и Слово Твое». Контекст вы помните о чем? Когда Самуил повелел Саулу истребить Амалика. Ну, он сохранил Амалика, сохранил все там самое дорогостоящее, драгоценное, да, самых лучших, самых хороших, самых красивых. Ну, Самуил, естественно, пришел, обличил его. И что говорит Саул? «Ой, прости меня, потому что я согрешил перед кем? Я согрешил перед Господом и перед Тобой». Плохое покаяние. Разве мы так не делаем? Принимает ли Господь его покаяние? Мы видим, что так же не принимает. А в чем была проблема у Саула? Разве мы не ошибаемся? Разве мы не отступаем от путей Божьих, а потом приходим и говорим, «Господи, ну, прости, прости, мы поступили неверно, мы поступили неправильно». Почему Господь не принимает раскаяние Саула? В чем была его проблема? Давайте прочитаем тот же самый текст, но вторую часть. «Но я боялся народа и послушал голоса их». Теперь смотрите, какая картина получается. С одной стороны, Саул признает, что он поступил неверно. Но с другой стороны, он обвиняет кого? Он обвиняет не себя, он обвиняет народ. «Вот, Господи, да, я поступил неправильно, но виновата не я, виноват народ, потому что я побоялся народа и сделал то и то». Вы знаете, почему это покаяние ложное? Потому что оно как бы пытается себя оправдать. То есть, ты признаешь, что ты поступил неверно, а с другой стороны, ты пытаешься себя оправдать. Но у меня не было, извините, другого выбора. Вот это покаяние тоже считается ложным. Когда, с одной стороны, ты признаешь, а с другой стороны, пытайся свой поступок оправдать. «Я своровал, я неправильно сделал, но я был, скажем, вынужден, дети были голодные там». Или же, вот представьте, вот двое ссорятся между собою, а потом один говорит, ну, все-таки надо примириться. Идиот говорит, ну, знаешь, все-таки мы христиане, давай помиримся некрасиво. Говорит, да, я поступила неправильно, что тебе такие слова сказал. Но если ты бы не начала бы, то я бы тоже бы не начала. Понимаете, вот здесь нет чувства осознания чего? Вины. Оно есть, но оно пытается, с другой стороны, оправдать твой поступок, твой неверный поступок. Итак, давайте обобщим. Значит, первое ложное покаяние – это когда ты стоишь перед смертью, да, перед лицом смерти, перед страхом, и ты в этот момент исповедуешь свои грехи. Второе – когда ты отлично знаешь волю Божью, но ты грешишь. Каешься и опять продолжаешь пребывать в том же самом грехе. И третье – когда ты констатируешь факт, что ты поступил неверно, но при этом пытаешься себя оправдать. Вот, мне кажется, этот грех – это этот род покаяния, самый распространенный в нашей жизни. Вот давайте даже, если мы подумаем, вот Адам и Ева, да, они признали, что они согрешили? Но они же сказали все-таки, они признали, что они неправильно плод съели, но кто был виноват? Для Адама была виновата Ева, для Евы был виноват змей. В итоге вышел, что виноват был Бог, потому что всех их сотворил. То есть, мне кажется, что это самый распространенный вид ложного раскаяния, ложного покаяния. Следующий, четвертый вид лжепокаяния – это книга Навина, седьмая глава, двадцатый текст. Мы сегодня немного коснулись этой темы в субботней школе. Седьмая глава, двадцатый текст. Смотрите, речь идет об Ахане. В ответ Иисусу Ахан сказал, точно, я согрешил пред Господом, Богом Израилевым, и сделал то и то. Итак, речь идет об Ахане. Признает ли он здесь свою вину? Или не признает? Признает. Я вам больше скажу, что он не просто так говорит, ну, как многие люди говорят, ну, Господи, вот прости меня. А он конкретизирует, что я сделал вот конкретно вот это, и вот конкретно вот за это я прошу у тебя прощения. Принимается ли его покаяние? Здесь даже не надо гадать, потому что несколькими текстами далее мы читаем, что его вывели и побили камнями. А за что? За то, что человек раскаялся перед Богом и сказал, Господи, я сделал это и это, я сделал неправильно, ты меня прости. Его вывели за это и побили камнями, да? Давайте теперь посмотрим, зачем все-таки Господь не принимает его раскаяние, его покаяние. Потому что, когда мы читаем контекст, мы понимаем, что дело обстояло не совсем так. Ахан согрешил. Господь знал, что Ахан согрешил? Согрешил. И Господь сразу сказал, что среди вас Ахан согрешил? Так сказал? Нет. Господь сказал, вы знаете, кто-то вот в вашем народе согрешил. Вы представляете, в Израиле кто-то согрешил. Ну, это как найти? Это как иголка синяя, да? Но Господь говорит, ну, вот согрешил кто-то. Что же дал Господь? Признание со стороны Ахана. Молчание. Господь говорит, ладно, пусть Израиль подходит коленами. Двенадцать колен. Я укажу на это колено. Господь указывает на колено Иуды. Ахан молчит. Из колена Иуды. И дальше Господь говорит, ладно, я укажу на поколение. В каком поколении он находится? Опять молчание. Дальше Господь говорит, ну, с семействами уже пусть идут. Вы представляете, этот круг постепенно что? Сужается. А Бог разве не знал заранее, кто сделал? Почему Господь не назвал имя Ахана с самого начала? Потому что целью Бога не было, целью Бога не было наказать Ахана. Целью Бога было то, чтобы Ахан встал и признал свою вину. Но вы представляете, постоянно сужается, сужается. Дошло уже до семейства. То есть до всех родственников. И вот только после этого, когда Господь указывает на конкретную личность, на Ахана, что говорит Ахан, я согрешил перед Богом и сделал то и то. Скажите, это разве можно назвать покаянием? После того, как тебя уже улечили, после того, как тебя поймали, после этого всего, ты говоришь, что я согрешил. Это уже признание, да? Вот представьте, вот если кто-то что-то украл. Вот украл какой-то телефон. Ну и отсюда звучит, ну, кто украл, мы даже не хотим знать, кто украл. Ну, принесите, поставьте вот сюда. Молчание. А если после этого вызвать Политию, и Полития разыщет, и найдет у кого-то, и он скажет, вы знаете, да, я согрешил, я извиняю, что я это сделал. Но есть разница или нет разницы? Мне кажется, разница огромная, да? То есть раскаяние Ахана, это вообще даже нельзя считать за раскаяние, потому что его поймали, его прижали к стене, просто некуда было ему деваться. И после этого он фактически говорит, Господи, прости меня, потому что я сделал это и сделал вот это. То есть Господь не принимает также покаяния человека, который кается после того, когда ему деваться уже некуда. И последний вид ложного покаяния мы читаем в Евангелии от Матфея, 27 глава, 4 текст. Евангелие от Матфея, 27, 4. О ком идет речь, предполагайте? Об Иуде. Смотрите, что говорит Иуда, 4 текст. Говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Не кается ли здесь Иуда? Кается, согрешил я, предав кровь невинную. Но принимается его раскаяние? Не принимается. А скажите, разве Давид невинную кровь не предал? Царь Давид, когда послал Урию на смерть. Или вам кажется, что грех апостола Петра, который трижды отрекся, проклиная Иисуса Христа, перед общественностью? Это было более, ну как сказать, что вы считаете, что грех Иуды был хуже, чем грех Давида или грех Петра? Почему же Господь не принял раскаяние Иуды, тогда, как принял раскаяние Давида, который также предал невинную кровь? Ага, спасибо. Интересно, вы знаете, вот, когда Иуда раскаялся? Вы обратили внимание? Вот третий текст, давайте прочитаем. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись. То есть, когда он решил признать свою вину? Когда он увидел, что не все пошло по его плану? Сценарий получился совершенно иной, потому что он не допускал мысли, что Господь позволит над ним издеваться, что Господь позволит, чтобы его осудили. Но когда все пошло не так, когда все пошло не то, когда его сценарий развалился, тогда он уже приходит, чтобы вернуть эти деньги. Говорит, я предал невинную кровь. А скажите, если бы Иисус себя бы освободил? Иуда бы понял, что он поступил неверно. Никогда. Никогда. Более того, он сделал небольшой бизнес для себя. Он заработал на этом деньги. Но что интересно, я вам скажу. Вот, раскаяние Иуды, оно было связано не с самим его поступком, а с теми последствиями, за которые он переживал. Он очень испугался, что предал Иисуса Христа распятию, потому что он верил, кто есть Иисус Христос. Что интересно, вот это слово, раскаялся, оно в Новом Завете встречается очень редко. В Ветхом Завете оно встречается девять раз, из которых в пяти случаях относятся к Богу. Вы читали такие тексты? И Бог раскаялся. А скажите, разве Бог может раскаяться в грехе? Никогда Бог не может раскаяться в грехе. Поэтому вот это слово, что Иуда раскаялся, оно не означает, что Иуда раскаялся за то, что совершил вот этот поступок. А вот это слово, как раз оно говорит о том, что ты пожалел, что вот так все произошло, вот так все случилось. Вот, например, в некоторых неканонических книгах вот это слово используется в вот таком контексте. Один человек говорит, в первой книге Маковеев, говорит, «Я раскаялся, что отдал ему свою дочь, потому что он собирается меня убить». Или в другом месте книга Сираха, я не знаю, знакома вам, премудрость Сираха, написано, «Не отдавай своего имения другому, чтобы раскаявшись, потом не просить его вернуть назад». То есть, здесь, скорее всего, речь идет не о самом поступке, а о последствиях, что ты лишаешься многого. И вот, фактически, раскаяние Иуды, оно было связано не с тем, что он сделал, оно было связано с теми последствиями, которые он может после этого пожать. Но я вам больше скажу, что Иуда не знал Господа, потому что он не поверил, что его могут простить. Поэтому он пошел и удавился. Я вам опять говорю, грех Петра, он был ничем не менее серьезен, чем грех Иуды. Но Петр знал Иисуса. Петр знал дар прощения. А Иуда не поверил, что после всего этого его могут простить. И он пошел и удавился. Давайте теперь еще раз обобщим все виды лжепокаяния и после этого перейдем на истинное покаяние. А что собой представляет истинное покаяние? Итак, какое покаяние Господь не приемлет? Первое. Перед страхом смерти, когда обстоятельства заставляют тебя признать свои ошибки. Второе. Когда ты знаешь волю Божью, но продолжаешь пребывать во грехе. И каждый раз ты каешься и опять продолжаешь жить в том же самом грехе. Третье. Ты каешься с одной стороны, но с другой стороны пытаешься оправдать свой поступок. Четвертое. Когда тебя уже прижали к стене, когда тебя поймали с поличным, и ты вынужден уже что? Говорить то, в чем тебя уже... Это уже даже не раскаяние. Да, мы даже не можем это считать за раскаяние. И, наконец, пятое. Когда ты каешься не за свой грех, а ты каешься за последствия. То есть, отличие фараона от Иуды в том, что здесь сиюминутно, в отличие от того, ну, угроза вот на данный момент. А в случае Иуда он просто испугался за дальнейшие последствия. Теперь давайте перейдем к истинному покаянию. А что собой представляет истинное покаяние? Я предлагаю вам открыть Евангелие от Луки, 15 главу. Вы все знаете притчу о блудном сыне. И любящим отца. Давайте, а ну-ка, посмотрим, значит, что представляет собой истинное покаяние. Откроем 15 главу Евангелия от Луки и прочитаем 17 по 19 тексты. Смотрите. «Пришед же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Вот из этих текстов мы можем выявить суть истинного покаяния, которая состоит из трех шагов. Итак, самый первый шаг какой? «Пришед же в себя». Что это означает прийти в себя? Это означает просто взять, вы помните, в прошлый раз я проповедовал, взять паузу. Взять паузу и задумываться. Но вот что я, вот я живу, вот постоянно из дня в день, из дня в день я делаю одно и то же. И вот надо как-то остановиться и подумать, а вообще то, что я делаю, я вообще правильно делаю или неправильно делаю? К какому направлению я иду? То есть, прийти в себя, это означает провести самоанализ, самоисследование. Без этого шага никогда человек не сможет истинно раскаяться. Почему? Потому что у него не будет времени понять, вообще в каком направлении он движется. То есть, надо в этой суете остановиться, надо прийти в себя, проанализировать, все ли правильно в моей жизни, все ли я делаю верно, не уклонился ли я от путей Божьих? Вот это самоанализ, это очень важно, и это самый первый шаг на пути к истинному покаянию. Но этого достаточно? Ну вот представьте, человек всю жизнь анализирует, какой я плохой, мне надо измениться. Но что-то произойдет в его жизни, вот он только анализирует и анализирует. Нет. Поэтому существует второй шаг. Какой же был этот второй шаг? «Встану и пойду к отцу моему». Вот этот второй шаг очень важен. То есть, не просто надо проанализировать свою жизнь, что я греховен, но я должен вернуться к своему отцу. Я не должен думать, какой я греховен, какой я грешен, и отец меня не примет. Вы знаете, что интересно в этой притче, что здесь не сказано, как далеко сын отошел от своего родного дома. или в духовном смысле, как сильно упал человек. Потому что это не важно. Важно что? Как бы ни пал бы ни человек, важно вернуться к своему отцу. Если вы сделаете один шаг, Господь сделает навстречу сто шагов. Поэтому самый первый шаг – это остановиться и проанализировать свою жизнь. После чего надо вернуться к Господу. Вы заметили, когда блудный сын возвращается к Господу, отец видит его или не видит? А откуда видит? Издалека. Вот вы издалека сможете обнаружить фигуру, что это ваш сын? То есть, вы представляете, да, в этой притче глаза отца или сердце отца всегда было направлено на дорогу, да? и вот извещают слух, что его сын возвращается. Что он делает после этого? Он бежит. А вы задумались, почему он бежит? Ну, почему он не ходит, а бежит? От радости бежит. Но я вам скажу больше. Вы знаете, что тогда вот такой одежды, какую мы носим мы сегодня сейчас с вами, не существовало. Брюк. То есть, мужская одежда, она от женской чем отличалась? Вы можете представить? Это был такой же халат, просто у женщин он был длиннее, у мужчин он был короче. Вот вы помните, вот Аарону говорит, не поднимайся по ступеням, чтобы не обнажилась нагота твоя. Потому что это был халат, если он поднимется по ступеням, обнажится его нагота. И вот для того, чтобы бежать, отец должен был что сделать? Вот этот халат подобрать, чтобы было легче, то есть, вот как бы до пояса, его завязать поясом, чтобы легче было бы бежать. Это считалось стыда. Но ему было все равно. Ему было все равно. Но вот самый главный вопрос, зачем все-таки он бежал? Любил, чтобы он не передумал. Хорошо. Вы знаете, что в то время, в то время у городских ворот сидели судьи. И весь этот город, точнее, эта вся деревня знала об этом поступке сына, который обесчестил своего отца и обесчестил всю семью и обесчестил фактически всю деревню своим поступком. И была вероятность, что эти судьи его не примут в город. что было бы скорее всего. Отец знал об этом. Если бы он не успел бы вовремя, и если судьи уже вынесли бы вердикт, что мы его не принимаем в наш город, он никогда бы не смог уже повернуться в свой родной дом. Поэтому отец бежал как можно быстрее, чтобы опередить судей и заверить судей в том, что он прощает своего сына и принимает его в родной дом. Вы видите, какой у нас Господь. Что он не стыдится, не стыдится нас, грешных людей. И он все делает, чтобы мы вошли вместе с вами в Царство Небесное. И, наконец, третий шаг истинного покаяния. Вот смотрите. Прочитаем, значит, девятнадцатый текст. И уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Это очень интересный текст. Он был сыном, правильно, в доме, а следовательно, он был наследником всего. После того, когда он ушел, естественно, он получил все свое наследство. И когда он возвращался, когда он возвращался, возвращался ли он с той мыслью, что его положение в семье опять будет прежним. Он не возвращался с этой мыслью. Он говорил, что я готов быть наемником, я не готов быть сыном, но только находиться в доме твоем. Вы знаете, это очень важный принцип истинного обращения, потому что очень многие люди приходят к Богу в надежде, что Господь восстановит то, что они когда-то имели. Вот мой товарищ мне рассказывал об одном бизнесмене, он ему проповедовал Слово Божие, и бизнесмен в конце ему говорит, если я обращусь к Богу, Бог восстановит мой бизнес или нет? У него бизнес прогорел. То есть, что его интересовал, бизнес или Бог? Бизнес. Дорогие, третье составляющее истинного покаяния, это, чтобы мы пришли к Богу без задних мыслей, чтобы мы не пришли к Богу с той целью, что у нас есть какие-то планы, есть какие-то намерения, есть какие-то цели, и я прихожу к Богу в надежде, что Господь реализует все мои что? Вот эти мысли, вот эти намерения и цели. Этот сын, когда возвращался к отцу, он не думал ни о чем. Он уже понимал, что то, что ему полагалось, он забрал, и он уже никто в этом доме. Вот это очень важно. Что значит истинное раскаяние? Оно не должно преследовать ложных целей. Оно не должно преследовать коростых целей. Оно должно уподобиться тому, вот как в одной притче. Есть человек находится при смерти, ну, к нему вызывают доктора, врача, но этот человек говорит, ну, вот, ты все-таки мне скажи, сколько мне осталось жить? Я смертельно болен или нет? Ну, врач ему говорит, да, ты смертельно болен, осталось тебе жить мало. И в этот момент врач слышит, что кто-то вот дверь, как бы, да, царапает вот эту дверь с той стороны, с нищей стороны. И врач спрашивает вот этого больного, а кто это? Говорит, это моя собака. Говорит, эта собака вот в этой комнате никогда еще не была. Она не знает, что здесь есть, как устроена мебель, вообще все, что здесь есть, ей это незнакомо. Мы никогда не разрешали, чтобы она пришла сюда. Но она сейчас знает, что ее хозяин находится в этой комнате. И она стремится к своему хозяину. Так же мы, дорогие, кто из вас знает, что есть на небе? Да никто из нас не знает, что там есть. И мы должны стремиться туда не потому, что там что-то есть, а потому, что нас Господин, наш Господь находится на небе, и мы хотим соединиться с Ним. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы поняли, что есть ложное покаяние и есть истинное покаяние. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы избрали с вами истинное покаяние, которое состоит из этих трех шагов. Я приглашаю вас в молитве. Дорогой и любящий небесный благой Творец, мы благодарны Тебя за Твою чудесную любовь, Господи. Мы благодарны за то, что Ты прощаешь нас, Господи, но мы молим, чтобы Ты бы научил нас искренне от всего сердца приносить наши раскаяния, Господи, чтобы это не были лжераскаяния, Господи, но чтобы они были бы искренними, исходящими из чистого сердца. Помоги Ты нам остановиться, помоги Ты нам заняться самоисследованием, помоги Ты нам, Господи, вернуться к Тебе, сделать несколько шагов, потому что мы знаем, что если мы сделаем несколько шагов, то Ты сделаешь намного больше, и мы особо Тебя молим, Господи, помоги нам прийти к Тебе без корыстных мыслей, без корыстных целей, помоги прийти к Тебе только потому, что Ты есть в нашей жизни, Господи, и что Ты все сделал уже для нас и для нашего спасения. Мы просим это все во имя Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Аминь. 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 В этих молитвах в конце прозвучат слова благословения. Так говорит Господь, Искупитель Твой, Святый Израилев. Я Господь, Бог Твой, научающий Тебя полезному. Ведущий Тебя по тому пути, по которому Он должно Тебе идти. О, если бы Ты внимал заповеди Моим, тогда мир Твой был бы, как река, и правда Твоя, как волны морские. И семя Твое было бы, как песок, и происходящее исчезло Твоих, как песчинки. Не изгладилось бы, не истребилось бы имя Твое предо Мною. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. Спасибо Вам большое, дорогие.